Вопросы в главе муниципалитета Владимира Сергеева У Слепцова у сотрудников здравоохранения округа много. В основном о планах на строительство ФАПа в капитальных ремонтах медучреждений и привлечению специалистов. В 2019-м эту работу продолжат. Откроют ФАПы в Абухово, Лесном озере и Толстяково. В Московском областном госпитале для ветеранов войн откроют бассейн. В Поваровской поликлинике отремонтируют детские кабинеты, входную группу. В Центральной поликлинике отремонтируют первый этаж, а в ЦРБ заменят лифты. У меня был вопрос о включении в государственную программу Московской области здравоохранения Подмосковья. Такого адресного объекта капитального строительства, ремонта, как наша Центральная районная поликлиника. Здание 1982 года постройки, четырехэтажное, требует капитального ремонта, проблему с лифтами. И нам хочется, чтобы самое крупное амбулаторно-поликлиническое учреждение в районе было отремонтировано капитально. У нас есть надежда, что в программу 2019 года будет включен ремонт первого этажа и замена лифтов в нашей Центральной поликлинике. Я сегодня задавала вопрос по поводу размещения скорой помощи в Солнечногорске, в городе Солнечногорск. Очень мне понравился ход мыслей выступающего, то есть главы. И я очень надеюсь, что все это реализуется, действительно будет реализовано. И, как сказано, до 2020 года расселение планируется того участка города, где сейчас располагается здание скорой помощи, подстанция точнее. И у скорой помощи появится новое здание. Владимир Слепцов отметил важность усиления в привлечении медицинских специалистов, особенно узких. Для медработников предусмотрена социальная ипотека, компенсация на аренду жилья и проезд. Таким образом, в прошлом году в район привлекли 87 специалистов. Продолжение следует...